Здравствуйте, товарищи! Рад представить вас на своем канале. Сегодня у нас будет видео немножко не про мотоциклы, как вы, наверное, подумали. Вообще, хочу сегодня повелософствовать на тему свобода. Что такое свобода? Во-первых, каждый для себя определяет это понятие по-своему. Как, допустим, определяют для себя это понятие «я»? Одно из определений, наверняка, много. Вот никогда не задумывались, наверное, многие из вас, о том, что сейчас я буду говорить. Свобода для меня, опять же, подразумевает, когда у тебя нет ничего лишнего. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Вот когда, вот, минимализм, да, минимализм, когда у тебя есть все, самый минимум и ничего лишнего. Почему? Потому что вещи имеют свойство с нами разговаривать. И они разговаривают с нами постоянно. И чем больше у нас вещей, тем больше они требуют к себе внимания и больше с нами общаются. Например, стоит какая-нибудь у тебя вещь где-нибудь там на тумбочке. И она тебе все время говорит «вытряс меня пыль, переставь меня в другое место, там я лучше смотрюсь». Там другая вещь скажет тебе «а я уже немножечко что-то подизносилась, меня бы надо заменить». Или там, ну вот просто банально ходишь по квартире и, допустим, о, это надо постирать, это надо пыль вытереть, это надо вот сюда переставить. И как бы постоянно вот эти вещи, они с тобой разговаривают. И это бесит, сука. Ну, это, опять же, лично сугубо мое, как я вот это все воспринимаю. Вот, да. Я знаю, вы, наверное, ожидали, что тут я начну затирать свободы, это мотоцикл. Не, мотоцикл это понятно. Мотоцикл это как бы, даже говорить об этом нет смысла, это понятно. Понятно. А, ну, опять же, если касаться мотоцикла, то вот тема мото-легкоходства, которую я когда-то начинал и которую я сейчас хочу возобновить, она как раз-таки тоже способствует вот этой свободе, что у тебя в дороге нет ничего лишнего. То есть по самому минимуму. Вот, опять же, поделюсь опытом. Когда я ехал, мой первый дальняк на Сибири с рюкзаком, у меня реально не было ничего лишнего. Вот вообще не было ничего лишнего. И как бы не было особо-то нужны. Единственное, что мне было нужно, это теплая одежда. Вот этого мне не хватало, потому что ехал на север, и там было прохладно. Потом уже в Заполярье там было холодно. Поэтому тут я немножечко страдал, и у меня не было возможности вот именно взять побольше теплых вещей. И опять, и не было еще такой возможности, когда я ехал по югу, было очень жарко. И мне не было возможности элементарно снять там куртку, куда-то ее там приспособить, чтобы немножечко полегче было. Поэтому в таких случаях нужно брать универсальный экип, чтобы и в дождь можно было ехать, не прибегая к дождевику. И в жару, чтобы можно было вентиляцию открыть. Ну, опять же, это цена вопроса. Такой экип, он не дешевый. В общем, да, поэтому сейчас я хочу опять возобновить это дело. Присмотрел я себе багажную систему. Это у меня будет два текстильных, две текстильные сумки по бокам, по 18 литров каждая. И рюкзак на 9 литров я присмотрел. И в центр что-нибудь, какую-нибудь небольшую, может там литров 5, может 8 сумочку, там для инструментов, для каких-то таких вещей будет по центру. То есть будет абсолютный минимум. Опять же, это я сейчас называю литражи, а не вес. То есть я хочу сделать это максимально легким. Благо, старяга позволяет. Когда-то я инвестировал в это дело. Палатка у меня там что-то порядка 600 грамм весит вместе с колышками, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, она нихуя не весит практически. Коврик там тоже грамм 300-400. Ну, в общем, там нормально. Я когда с рюкзаком ехал, у меня рюкзак был что-то 4,5-5 килограмм. То есть это вообще нифига. Ладно. В общем, начали за здравие, закончили за упокой. Так, ладно. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok